Забыла дома еду и случайным образом нашла в сумке у себя пакетик супа с тыквой. Я его еще ни разу не пробовала. У нас есть со шпинатом. Гороховый, средиземноморский, а вот суп с тыквой я еще не брала. Здесь в состав его входят измеченные специально обработанные зерна кукурузы, кукурузная мука, порошок тыквы, фруктоза, соль, эмульгатор, лецитин, смесь сушеных овощей и специй. То есть вообще никаких ароматизаторов, ничего. Сто процентов натуральный продукт. И вот чтобы сейчас как-то перехватить, перекусить, чтобы не умереть с голода до шести часов, в офис мне не хочется бросать и оставлять уходить. Ну, пока я не такая сильно голодная, поэтому решила вот что-нибудь себе запихать. Нужно взять воду, разогреть до температуры 60-70 градусов и высыпать содержимое этого пакетика в 200-250 миллилитров. Вообще, хорошо разговариваю, но как начинается съемка, так у меня как-то мысли бегут, и я не успеваю за ними. Не содержит глютен, для кого это важно. Разогрела в микроволновке воду, на полторы минутки поставила. Порошочек светло-желтоватого цвета, это неудивительно. Здесь кукурузная всё-таки мука и порошок тыква, всё жёлтое. Нужно размешать и дать немножко настояться, минутки 2-3. Тем более с зерном кукуруза немножко грубоватое, поэтому ему необходимо время, чтобы разбухнуть. Вкусненько. Сверху плавает укропчик, наверное, у нас. Какая-то зеленушка есть, сушёная. Прелесть этого супа, то, что можно его вот так вот прям пить, если нет посудины, чтобы развести. Можно смело в стакане в каком-то. На вкус сладковато-солёные. Больше даже сладостей здесь, чем соли. На мой вкус можно было бы ещё немножко подсолить. Не густой, на полноценный перекус его не хватит. Но чтобы не испытывать чувство голода, вполне подойдёт. Скажем так, перебить аппетит где-то минут на 20. Это, наверное, у кого метаболизм ярко выраженный, хорошо работает. И, наверное, где-то на час. Наверное, с такой фигурой, как у меня, не знаю, насколько мне это хватит. Я думаю, максимум на 40 минут. И придётся ещё какой-нибудь пакетик супа вскрывать. Либо каша. Субтитры подогнал «Симон»!